Да я быстренько, на 20 минут. Ну я до 20 минут. Ну чуть-чуть. Стой! Стой, я в эфире! Стоп! Та-та-ра! Привет! Посмотрите, у нас уже пол первой ночи. Представляете? В общем, хотел что рассказать. Хотел что рассказать. Подключили нам российское телевидение, значит. И мы включили... Какой канал? Какой-то федеральный канал. Ты мне показываешь фак. Не показай, Дим. А, да? Блин, у меня такое плохое зрение, что мне отсюда показалось, что мне это. Не показываешь фак. Почему уже Дима показался? Какой-то не знаю. Вообще, теперь поелось еще больше. Почему же? Представляете? Никогда не показывайте мне издалека вот так вот палец. Потому что я могу подумать, что это факт. Представляете? Вот. И включили мы этот... Видно, что бухнуло. Представляешь, что написали? Арина Хит. Написала, видно, что бухнуло. Представляешь? Кто? Арина. Она бухнула? Не знаю. Ну, хорошо, что бухнуло. Это не было проблем. Представляем, пишет. Пишет. Какой ужас. Ужас какой. Не знаю. Можете ей не сказать? Она взорвали ничего. Не видела. Можете ей не писать? Она все равно ничего не увидела. Это правда, да? Согласна. Ты про меня говоришь? Да, дорогая, про тебя. Я тебя заблокирую, наверное, ладно? Ну, я потом, когда протрезвее, понимаешь, когда похмелюсь, я ее разблокирую. Сейчас пока, понимаешь? Нет, ребята, я не пью, не кури, у меня ЗОЖ и правильное питание, поэтому Арина никогда не узнает этого, потому что она заблокирована. Вот такая вот я жесткая, понятно? Беру и сразу блокирую. Что церемонится? Вообще, почаще так делается. Вот не нравится вам кто-то? Прям пшу, нафиг, все. Все. И не надо даже дослушивать. Вот правда. Если вам не нравится то, что говорит человек, не делайте вид, что, ну ладно, он дурачок, я его дослушаю. Не тратьте время, жизнь такая короткая. Зачем слушать дураков? И есть невкусную, неполезную еду. И ешьте полезную еду и не слушайте дураков. Уходите с плохих фильмов. И качайте задницу. И будет полезно. И будет полезно. Что я хотела рассказать? А, господи, подключили нам этот российское телевидение. Включила я первый канал. И смотрим мы, значит, Малахова. Я думаю, бедный ты мужчина. Какую тебе передачу заставляют вести? Там же такой ужас. Что там показывали, Наташа? А, все, я вспомнила. Ой, даже не хочу про это рассказывать. Там такую историю раскрутили. Сидят эти актеры, которые сами не вникают, что... Мне кажется, их собрали вот так вот перед эфиром и сказали, Так, ты отец? Ты воскресился? Ты подсудимый? Поехали. Три, два, один, эфир. И все сидят, не знают, что несут. Еще туда экспертов вот этих вот из проекта приглашают. Такие эксперты. Я просто вообще офигеваю. Два слова связать не могут. Сидят зато эксперты. Не, ну самое главное прийти на шоу и сфоткаться с Андреем Малаховым и подписать, что это мой друг. Да, это самое главное. Для этого, видимо, и идут все люди с проекта туда, чтобы сфоткаться. Ну, что поделать. Эксперты, они же эксперты отношений, понимаете? Эксперты отношений, эксперты телевидения. Эксперты. Бесплатно, правда, ходят, им деньги за это не платят. Так, надевают одежду, делают макияж за бартер. На России 1. А, да? Ой, извините, ошиблась. Извините, ошиблась. Знаете, мне можно вам вот в этом случае соврать, потому что, как врет Малахов на России 2. Или где он там врет? И 1. На России 1. Мне просто догнать его даже невозможно. Даже если я скажу, что он на шестом канале работает. А я все уже рассказала. Что там еще пишет? А то я и прогнию. Да, она говорить умеет, бедная. Ребята, а я читаю то, что вижу. У меня, понимаете, у меня выбор маленький. У меня зрение плохое. Поэтому, что вижу, то и читаю. Сколько раз в день лучше? А? Сколько раз в день лучше? Спрашиваю. Вообще, лучше есть, чем больше, тем лучше. Чем чаще. 5 раз в день ешьте, 6 и будет великолепно. Маленькими дозами. Тогда у вас будет прекрасный обмен веществ. Да, и тогда у вас не будет никаких проблем. Сколько раз в неделю в зале проводишь? Сейчас каждый день ходим в зал. Просто у нас такие тренировки короткие, но продуктивные. Делаем один день ноги, второй день руки. Все это заканчиваем тренировкой для пресса. И в конце делаем растяжку. Сейчас мы ходим в зал каждый день. Наташа, можешь мне помочь? Ничего не вижу. Да, могу спрашивать. Скажите, пожалуйста, как же спите и аппетит? Вообще не нужно быть голодным. Мне кажется, аппетит сбивать – это самое плохое дело. Нужно съесть. Съешьте много. 5 раз в день ешьте. Съешьте салат, если хотите поесть. Фрукты. Но вообще можно попить чай. Вот я знаю, когда я дома много нахожусь, да, и мне хочется, когда я рисую, например, много, мне хочется прям пройти мимо кухни и что-то положить в рот. Вот это лучше взять, навести себе чай и просто пить чай. Прошел мимо кухни, попил чай. Пошел дальше делать дела. Пришел на кухню, попил чай. Можно вообще жиросжигающие чаи пить. Но на них нельзя сидеть, потому что будут потом проблемы с почками. Можно неделю попить жиросжигающий чай, потом сделать там перерыв на две недели, потом опять попить жиросжигающий чай. Вот я советую брусневер. Но брусневер – он прям совсем жесткий такой чай, который выводит воду из организма, даже ту, которая нужна. Поэтому он только подходит перед каким-то важным событием, когда нужно, чтобы меньше воды было в лице. Я помню, на проекте я пила мочегонные таблетки. Но это очень вредно. Да. Знаешь, насколько вредно? Ну, потому что я сидела на проекте, я ела ту еду, которую я в обычной жизни не ем. И я чувствовала, что меня разносит, меня прям сильно разнесло. И чтобы более-менее выглядеть в экране нормально, я начала пить мочегонные таблетки. Раз выпила день, там, к вечеру заметила то, что есть какой-то эффект. Два, три, четыре дня подряд пью. И потом у меня между перепонками пальцев прям, как сказать... В общем, такая кожа сухая, и я прям вот так вот отрывала кожу. Представляешь? У меня стала на лице сухая кожа. Ну, вода из организма уходит. Ногти начали слоиться. Да, я прям это почувствовала. Это было ужасно. Да, появилась перхоть. Вот это таблетки, которые мочегонные. Что больше всего тебя бесит? В общем, таблетки мочегонные пить нельзя просто категорически. Да, да, лучше какой-нибудь чай. Что больше всего тебя бесит? Меня ничего не бесит. Я не знаю. Я счастливый человек, мне ничего не бесит. Когда сделаешь эфир, про что? Хотелось сегодня записать эфир, но мы уже приехали в зал, когда было 5 часов, а он закрывается в 6, поэтому я успела только позаниматься, и все. Иногда обстоятельства выше моих желаний. Спрашиваю, можно ли есть суша? Ну, я не ем. А кофе пьешь сразу? Нет, вообще кофе можно выпить перед тренировкой для того, чтобы у вас был заряд энергии. Такой вообще многие советуют перед тренировкой пить кофе, как, знаешь, что... Как притреник. Тогда вы такие энергичные. Но я совсем не пью кофе, потому что я отбеливаю зубы постоянно, и кофе мне вредит. Я не пью кофе. Спрашиваю, мне нужно заказать картину. Ты можешь отправить в воду? Да, но сейчас я не принимаю заказы. Сейчас я принимаю заказы только в Таиланде, и прямо здесь их отдаю. Когда я буду в Москве, я обязательно сообщу, и тогда можно будет заказать картину. Просто здесь не мое постоянное место жительства, и здесь очень сложно приобретать подрамники, скобы, степлер, материал. Здесь очень сложно. Поэтому я не могу здесь делать на заказ отправлять в другие города и страны. Только когда я буду в Москве, в своем доме, тогда я смогу это сделать. Да вообще, как это ужасно. То есть, как это тебя трафтут уже за часы? Как вы это прокомментировали? Нет, ну просто это стереотип, понимаешь? Для девушек. Может быть, никому никогда ничего не дарят, и тут мне подарили, и считают, что я должна почку свою отдать. Нет, никто никого не трахал, представляете? Такое удивление. Бывают разные мужчины. Есть мужчины, которые просто могут подарить, и ничего не требуется они. Просто вот, потому что могут. Подарить и забыть. А которые, да, не могут, ну что делать? Они вообще не могут. Лимон воды с водой рецепт. Ну какой рецепт? Просто заливаете в лимон. Я, кстати, часто-таки получаю сообщение. Лен, расскажи рецепт воды с лимоном. Берешь немножко, помнишь, такая была? Берем укропу, потом немножко, блин, не помню. И суп готов. А, и плов готов. Можно ли пить кофе опять? Нет, нет. Ну, вот. Как хотите, я не пью. На ночь нельзя. Утром можно. Почему нет? Ну я бы совсем не советовала пить кофе. Я даже не советую черный чай пить. Пейте зеленый чай, он с вами полез. Я не могла бы быть ведущим результатом как Малахов. Не знаю. Ну какой он? Какой он? Ну вот такую бы вот фигню, как Малахов, я бы не смогла вести. Я бы вот так вот, наверное, читала бы, читала бы. Просто вот так вот выкинула бы Мамашки и сказала бы, пфф, видите это сами. Смотря какое шоу. Посмотри, вот мы с собой смотрим телевизор, там все шоу, ну вот, ну да для дегенератов. Я не знаю, кто это смотрит. И только дегенерат может это вести. Ну то, что все это неправо. Просто актер не правда. Но я не смогу вести шоу, в котором неправда. А где у нас правда на телевидении? Только в погоде. Что вести погоду? Погоду, наверное, там в погоде, да. Погоду могу вести, потому что там правда. И то один хрен собрут в погоде. Короче, и даже медиа этого обманут. Не знаю, не могу я такие шоу вот даже воспринимать. Я не могу их смотреть, но это ужас. Вот мы сегодня включили Малахова, ну просто вранье на вранье. Я даже знаю, вот как снимают вот эти вот все передачи, когда приходят люди в студию петь. Там сначала снимают на стадикамп, потом снимают на другую камеру. Если вам показывают в кадре то, что поет человек песню, то не думайте, что это снято с первого дубля. Там снимали ее три раза. Я помню, когда мы сидели на проекте, мы ждали. Сначала человек поет одну песню, мы сидим. Потом он поет еще раз ее, мы танцуем. Потом еще раз, потом снимают отдельные лица. Они поют там по 250 раз. Особенно этот вот голубой огонек. Снимают так все наигранно, вплоть до каждых реплик, кто что скажет. А вот эти вот люди, которые встают из зрительного зала, которым платят 500 рублей за то, что они там сидят на сидении в зрительном зале, и они говорят какой-то комментарий. Но оборжаться им, комментарии дают на листочке. Какое шоу я могу вести? Там все врут. Сейчас, сейчас ночью, не будет. В ближайшее время запишу. Завтра я буду опять писать картины. Я сегодня писала, сходила на тренировку. И завтра тоже. Я даже не была на пляже. Сколько обычно часов занимаешься в зале? Ну, обычно, когда я дома, я занимаюсь часа 2-2,5. Здесь меньше по времени, но зато каждый день. Ой, у меня уже так глаза устали к вечеру. Не хочу ничего включать. Пусть так будет. А какая у нее ситуация? Расскажите, какая ситуация? Я скажу, что думаю. Честно, все, что происходит на проекте, вот про это ничего не думаю. Никому не верю и ничего не думаю. Ну, я советую брусь не вверх. А так можно любой жиросжигающий чай в аптеке. Там, вот последний раз, когда я заходила, стоит чай жиросжигающий 600 рублей, стоит чай жиросжигающий 300 рублей. Вот честно, без разницы, какой вы возьмете, будет эффект один и тот же. Просто переплата за бренд. Можно взять и за 150 рублей чай жиросжигающий. И он будет нормальный. Привет. Где вы находите? В Таиланде. Привет. И сколько из спортивного питания что вы потребляете? Сейчас из спортивного питания ничего. Витамины, и то они не спортивные, они обычный биомакс. Не любишь суши или это вредник? Но здесь мы не едим суши и роллы, потому что здесь неизвестно, как их готовят. А так я могу съесть, но редко. Я вообще не люблю такую кухню, мне не очень. Спрашивает, можно ли согнать жир локально, чтобы убедить животное? Да, как раз про это я и говорю. Нужно сидеть на правильном питании. Тогда уйдет жир оттуда, где он вам не нравится. Ты попу накачала или имплантанты? Нет, у меня нет имплантантов в попе. Кстати, ты знаешь, сколько слухов ходило? Вышел какой-то эфир, и я встала там неровно как-то. И у меня была такая попа интересная. И везде, потом по всему интернету уже взлетелись эти скрины. И все говорили о том, что у меня имплантанты, и я всех обманываю. Нет, точно у меня встал там. Если бы были, я бы вам сказала. Мне кажется, я уже про себя настолько все рассказываю. Не знаю, мне кажется, это нормально. Так и должно быть. Когда в новой компании есть чувство волнения, у всех, наверное, есть. Мне кажется, они тоже волнуются, когда вы приходите к ним в компанию. Когда приходит новый человек. Все нормально. Волнуетесь, это же хорошо. Что посоветуешься с чисткой лица? Очень неровная кожа. Но пытаюсь правильно. Оказалось, что это для чистки лица? Чистку лица. Сходите к косметологу. Нет, во-первых, нужно сначала сходить к косметологу. И если он порекомендует, нужно сходить к дерматологу. Я ходила к дерматологу, и мне делали анализ кожного, как сказать-то, кожного покрова на всяких... Кто там есть? Я недорассказала. А потом покажу. Потом я в эфир выйду с этой маской расскажу. Я забыла, про что я говорила. Нет, про то, что нужно сходить к косметологу, к дерматологу. И он проверит состояние кожи. И, возможно, у вас какие-нибудь подкожные клещи. Вот. И поэтому вы не можете избавиться от прыщей. Вот. Но у меня, слава богу, не было подкожных клещей никаких. Просто я на проекте питалась неправильно. Поэтому у меня испортилась кожа. Численные нарушения. В зиму, опять, прослуши, спрашиваю. Есть ли вонарь на территории города? Показательные фотосессии на коньяках чистых дворов, калтура и взятки стали поводом для большого журналистского расследования. Салоножная деятельность. Валерия Шияна по всей деятельности будут анализировать правоохранительные документы. Ты видела видео, которое я выложила про борщ, оборжаться? Черну взяла, просто накидала все подряд в борщ. Я не знаю, как готовить. Вообще не умею готовить. Но я посмотрела это видео и поняла, что это неправильная готовка. Это просто накидать все, поставить ложку и кричать. Йося! Но смешно. Смешно. То, что если она не будет говорить на заднем плане, я тоже не буду говорить, потому что я ничего не увижу, потому что у меня плохое зрение. Кстати, я видела в интернете, что кто-то сделал, в инстаграме, что кто-то сделал из знаменитостей коррекцию зрения, операцию, и теперь плохие последствия. Вот не помню, чья-то жена, какого-то терапевтического потенциала. Сколько времени потребовалось для результата в санкзалах? Не знаю, я всегда занималась. Самойлова, да. Она, вот она сделала операцию, и у нее какие-то проблемы. Но я не смотрела, я просто прочитала, что у нее какие-то проблемы. А что у нее там за проблемы? Я посмотрю это видео. О, вот, это про Гриценко написали и Иру. Гриценко вернулся... Хочу прочитать. Гриценко вернулся на проект Кыри, ага, оборжаться. И потом, короче, через неделю ушел к своей бывшей, короче, Бузову, мягко... Столько слов, короче. Короче, Буза, мягко говоря, назвала ее ШБ на лобном. Вот, и, в общем, она разругалась Бузовой, и вроде бы сейчас... О, боже, ой, боже, как они все теперь живут, бедные. Не знаю, что делать. Куда деньги скидывают на помощь им всем. Не знаю, что. Ой, больные люди. Гриценко пришел на проект, что там Бузова опять, опять, и Пинчук. Ну, старые темы поднимать, снимать нечего. Поэтому старые темы. Зачем? Гриценко же, он же хотел этим миллионером стать. Чего он вернулся-то? Не получилось? А почему он вернулся? Он что сказал? Ты не видел нигде? Гриценко. А почему он вернулся? Не знаю. Спроси у них. Почему он вернулся? Так, где же ты не ругайтесь матом? Там какая-то, понимаешь, что? Лучше матом ругаетесь. Ну-ка, не ругайтесь матом. Я близко к экрану, поэтому сейчас тут заблокирую. Ты могу не заблокировать, как же нет? Погатить, как же нет? Вот такие парни и шаги нравятся. Саймон в своей новой пассии пишет стихи теперь. Ну, я считаю, что правильно делает. Надо как-то развиваться на проекте. Можно стихи писать хоть творчески. Надо развиваться. А то там сидит, деградирует. Сказал, что Иру любит, а потом в бывший своей ушел. Ой, драма. Куда плакать? Покажите. Типа посмотрел на нее с другой стороны и захотел вернуть ее. Слушайте, я когда захочу вот какую-то басню прочитать или посмотреть, я посмотрю передачу Малахова. Там достаточно лапши на уши вешают, поэтому давайте не будем тут хотя бы обсуждать вот этот вот бред. Вернулся, люблю, не люблю. Единственное, кого он любит, это только себя. И то, возможно, частями. Ничего не вижу. Да. Сейчас, слушай. Почему не читаешь комментарии? Что правильно? Вы разделись? Сливочное масло можно добавлять? Вообще масла никуда не добавляйте. Добавляйте масло. Оливковое. Бузова надменно себя вела. Оу. Что делать теперь? Обсуждать это сейчас, наверное. Ты употребляешь спиртное? Нет, я совсем не употребляю спиртное, не курю и не употребляю спиртное. Яблоко можно на ночь? Можно, но все равно яблоко, оно наоборот разгоняет аппетит. Бузова опять начала плакать, как с тобой было. Это актриса профессиональная, поэтому давайте, мы не будем это обсуждать. Кто там где заплакал? Вот. Вон, открывается телевизор, там миллион актеров, каждый день кто-то плачет. Я не считаю, что это нужно обсуждать. Музыка. Да, мне, кстати, писали 5 килограмм, 4 килограмма. Вот сейчас 6. Видишь? Спрашиваю, ты реально нравится, нравится лицам? Я не буду такие вопросы отвечать. Я уже на проекции 250 лет не выхожусь, а у меня такие вопросы. Зачем иметь надо? Я уже половину не помню. Я уже половину не помню. Согласна. Ну, я знаю. Слушай, как эфир, так она выбегает. Посмотри, вон она. Я поняла, она хочет в эфир. Она уже людейная стала. Хочет, получит. На. Давай, крошка. Покажи, на что ты способна. Сделай шоу. Где? Шла. Да, она вот тут. Ну-ка, выходи. Где она есть? Хромушка, да. Спряталась. Что там еще? Сейчас я напрягу свои глаза. А, про зрение. В общем, у меня всегда было плохое зрение. Но я решила то, что я исправлю зрение и сделаю операцию, когда рожу ребенка. Потому что после рождения ребенка все равно организм перестраивается, и у меня может еще ухудшиться зрение или, наоборот, улучшится. Поэтому, когда я рожу ребенка, я посмотрю на себя в зеркало. Если там будет плохое отражение, и я ничего не увижу, то я пойму, что мое зрение из very bad, и поэтому я сделала операцию. Но до рождения ребенка я не вижу смысла сделать операцию. Вот. Спасибо, что попросили сделать телевизор. И вот когда сижу вот так вот далеко, мне так хорошо, удобно, мне задают вопрос. Когда я вот так вот щурюсь близко, там только привет, покажи грудь, привет, как делать воду с лимоном. А только отхожу подальше, сразу самые хорошие вопросы пропускаю. Что там еще? Не подскажешь, Наташа, пожалуйста? Или ты уже не смотришь? Слушай, я сюда воды больше. А, да, да, мне нравится. С кашей, со всями. Спрашиваю, ты готова к ребенку? Нет. Я думаю, ребенок у меня будет к 30. Будет пост пропитания? Будет много постов пропитания. И на сколько у тебя минус зрения? Я точно не помню. Но последний раз я проверяла, было минус полтора, а второй глаз еще больше. Но это было когда, когда я проверяла? Сейчас еще хуже, наверное. Ты кушаешь хлеб? Нет. Кстати, я вообще не ем хлеб. Кто-то не ешься, давай поженимся. Кстати, меня звали на «давай поженимся» столько много раз. Нет, он тебе не предлагает «давай поженимся». Кто-то пишет «давай поженимся». Это не передача, он просто просит. Ну, мне так предложение еще никто не делал. Очень крутое предложение. Я боюсь, я не смогу это принять. Прости. Мед кушаешь, а говядину кушаешь? Говядину? Я вообще не люблю говядину. Мне кажется, она как-то пахнет специфически. Мед могу редко, утром с кашей. Или с творогом. Очки не носишь? Нет. Мне кажется, они мне не подходят. Надо, вовольца, стянуть сладко. Войди, да? Калашника берете и войной на сладко. Не знаю, ну просто не есть сладко и все. Сесть, вот так вот, за стол переговоров со своим собственным «я» и спросить у своего собственного «я», что ты любишь больше всего, если выбирать между сладким и любовью к себе. И умная женщина выберет любовь к себе. А глупая женщина выберет сладкое. Марину можно есть с кашей? Можно, конечно. Вообще ягода очень полезна. Знаешь, многие, кстати, не сидят на диете, потому что думают, у меня и так все отлично. Как давно отказалась от сладкого и мучного? А я вообще как-то не очень люблю сладкое и мучное. Я даже как-то не было такого момента, чтобы я прям вот сегодня отказываюсь. Это было всегда. Нет, конечно, когда я смотрю на красивое мороженое, такое все, такое в сливках. Мне его хочется. Мои вкусовые рецепторы чувствуют этот вкус. Но моя голова адекватно понимает то, что, Лена, это вкус целлюлита на твоей пятой точке. Если завтра он не появится, через 10 лет ты поймешь это. Поэтому я это не ем. Вот, вот, что я могу съесть. Брокколи. Кстати, если отказаться от соли и от разных приправ, то вы начинаете вкус еды чувствовать настоящего. Вот, вот, казалось бы, брокколи. Такое безвкусное. Не ем соль. Какое брокколи вкусное? Какое? Брокколи. Он как он? Он, она или оно? Брокколи. Брокколи. Кто это? Ну, капуста. Какого рода? Капуста, она? Брокколя? Брокколя. Надо посмотреть. А то я всегда про брокколи пишу, я даже не знаю, какого оно рода. Брокколи оно или брокколи он? Ты кто? Чудище. Теперь я не узнаю. Все, закончился брокколи. Спрашивай, какие любимые цветы? После такого опроса обычно их дарят. Но любимые, какие у тебя цветы? Ну, у меня много любимых цветов. Все. Ну, наверное, банально, розы. Я люблю красивые букеты, большие. И пахнущие. Можно и тёмный шоколад есть? Можно вообще есть всё, что хотите. Всё, что хотите, можете есть. А я не буду ничего есть. А через 10 лет встретимся и посмотрим. У меня одна женщина пишет. Лен, зачем ты раздаёшь полезные советы женщинам? Это же такая конкуренция. Ты разводишь больше конкуренции. Типа со своими полезными советами, понимаешь? Зачем мне разводить конкуренцию? Ешьте всё. Колбасу, сосиски, ешьте. А я буду одна есть. Иногда гладкий шоколад. Ты их кушаешь или нет, ответишь? Да, я ответила. Не нападайте на меня больше с этими ягодами. Ем ягоды с кашей. Вот так вот человек поедает брокколи. Лена, за сколько времени можно подтянуть фокол? Ну, смотря как подтянуть. Утягивающим бельём за минуту. Ну, на сколько калорий примерно ты питаешься? Я не считаю калорий. Это лишняя трата времени сидеть и считать калории. Просто я знаю продукты, которые я совсем не ем. А йогурты какие-нибудь можно? Да, можно. Но лучше всего брать белые йогурты без красителей. Потому что там меньше всего консервантов. Ну, или с меньшим содержанием жира. Нет, упражнения подтянуть. За сколько можно подтянуть попу? Ну, это, наверное, всё очень индивидуально. Зависит от особенностей каждого человека. Не знаю. Я вот на проекте за три месяца отъела огромный зад. И вернулась в своё прежнее состояние, наверное, тоже за три месяца. Главное хотеть. Ну, у меня просто мышечная память. Я сразу вспомнила, как это было. Наня, что кушаешь? Можно обезжиренный творог съесть на ночь. Кефир. Можно из фруктов съесть ананас. Ананас, кстати, как и цитрусовый, способствует жиросжиганию. Ну, такое молочное, что-то такое простое. Наня, что тебе была самая лучшая книга была. Спасибо. Спрашиваю, ты с вами общаешься? А я видела, я игнорирую эти вопросы. Они же большими буквами пишут. Люди пишут, а зачем мне общаться с проститутками. Правильно? Хватит лично. Ну, видишь. Скажи, пожалуйста, можно ли кушать от него большие трубы и чувствовать себя хорошо, кушая при этом очень мало белка? Я думаю, нет. У вас же не будут расти мышцы, а у нас в приоритете, чтобы у нас была нормальная задница. А она не вырастет без белка. Ты свалила больше по рецепту черного? Я наелась одним видео просто. Рецептом черного я посмотрела и наелась. Кстати, я посмотрела вот это видео, которое я выложила. Несколько раз пересматривала, и оно реально портит аппетит. Чё? Да, вы комментовали, что это больше не возвращение. Спишь? Ну, почему там? Извините, самый французский. Мне просто повторяю, а можно курия безжирные сосать? Да сосите сколько вам угодно, безжирные. Вам никто не запрещает это делать. Вот прямо сейчас возьми и соси. Фу, какой мерчный. Что такое? Пишут вообще ужас. Ну, что у человека? Ну, это просто, знаешь, вот есть такие люди, которые говорят, лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Практика показывает, что лучше будьте тихой, воспитанной тварью. Не ругайтесь матом в общественных местах, в общественных эфирах. Будьте вот сдержаны, ведите себя спокойно. Просто люди должны знать то, что вы, если что, где нужна там тварь. Кстати, сегодня я бегала по дорожке и рассуждала на эту тему. И думаю, как хорошо было бы вот сейчас выйти в эфир и поговорить об этом. Я же правда считаю то, что лучше быть тихой, воспитанной тварью. Я правда так считаю? Нет, правда. Я считаю то, что лучше быть плохим человеком для всех, чем хорошим человеком для всех. Хорошим все равно для всех не будешь. Ты так думаешь? Ну, не читай пока, давай вот про это поговорим. Мне так нравится эта тема. Да, то, что есть такое выражение. Да, лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Вот ты как считаешь? Я считаю, что лучше быть хорошим человеком, воспитанным. А, и там, и там. И там, и там. Нет, это так нельзя. Нужно или то выбрать, или то. Вот я считаю то, что лучше быть тихой, воспитанной тварью. Вот правда. Но я считаю, что хорошо работать в вас. Ну, нет, ну это конечно. Но если выбирать из того и другого, то я бы выбрала второе. Вот представляешь, ты общаешься с человеком, ты воспитанно с ним разговариваешь, но он знает то, что если что, что-то не так, то ты сможешь ему дать отпор. То, что внутри, ты просто внешне с ним хорошо общаешься. Ну, не хорошо не то, что ты там лебезишь перед ним, а просто ты спокойно с ним разговариваешь, тихо, воспитанно. Но если что, ты можешь и послать. Пусть вот этот вот посыл где-то там внутри сидит, и человек отожидает. Понимаешь? Но understand. Люди должны ждать в тебе подвох, чтобы... Знаешь, такое есть выражение? Боятся, значит, уважают, или наоборот? Какое оно? Ну да, боятся, значит, уважают. Да. Вот пусть люди боятся и уважают, и знают то, что у вас есть подвох, и если что, вы ответите, что это вы просто внешне так спокойно с ними общаетесь, а если что, приспичит, то вы еще та тварь, которая сможет ответить. А то все такие тихие, воспитанные... Нет, а то все такие хорошие люди, ругающиеся матом, и просто в шоке. Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихо воспитанной тварью. А да ты что, хороший человек, ругающийся матом. Какая отмазка. Замечательная. Хороший ты человек. Как ты говоришь, простота хуже... Хуже варенства. Да. И матом ругается еще и хороший человек. Слишком просто. Чего без дела матом ругаться, а? Вот что без дела матом ругаться? Будь тихо воспитанный, а потом как приспичит, а третья тварь оказывается. Вот. А все чувствовали и не знали. А не надо было обижать. Правильно? Зачем вот это лицемерие? Ненавижу лицемеров. С какого возраста ты начала рисовать картину? Всегда рисовала. С детства. Я даже на обоих раньше рисовала. Ну, правда, это мое творчество никому не нравилось дома, но... Но меня как-то это раньше особо не волновало. Сейчас брокколи ем. Как там Патрик? Патрик, замечательно. Все хорошо. Переписываем все и гуляем. Какое масло ты используешь для приготовления? Оливковое. Вообще масло не использую, но если использую, то оливковое. Ты мне снилась. О, я сама себе сегодня приснилась. Вы не представляете, какой сон у меня был страшный. Я тебе хорошо обеспечиваю, не пиши. Я тоже это заверю. Как ты меня обеспечишь, если ты даже написать не можешь слово обеспечиваю? Как? Я сама себя хорошо обеспечиваю. Мне не нужно никак. Какие супы можно? Разные супы. Горибаной суп, суп из брокколи, суп из риса. Столько много супов можно. Это же вообще супный рай. На диете суп это самое великолепное, что может быть в обед. Как похудеть в лице? Питаться правильно и лицо станет меньше. Как относитесь к диспорту против собирания вашей морщины обуви? Пока никак не отношусь, но когда я стану взрослой женщиной, конечно, я себе поставлю в диспорт и всякие экпорты, в лоб и в другие части лица. Но пока что я хочу, чтобы моя бимика была подвижной. Чтобы было видно, когда я грущу, когда я плачу. Потому что мне хочется, чтобы были видны все мои эмоции. Весь спектр отражался на моем лице. Поэтому пока что мне не нужны никакие диспорты в лоб. Если мне грустно, то пусть собираются мои брови в одну кучечку и всем видно будет то, что это грусть. А то с диспортом даже и непонятно, грущу я или плачу. Будет мне 35, будет у меня диспорт. Как я напугалась, я думала, дверь открылась. В детстве я была очень худая. Познакомиться не хочешь? Познакомиться. Не хочешь познакомиться? Не хочешь. Вы бы что-то познакомились? Нет. Сохранение, пожалуйста, не поднимает мне настроение. Я нашла ту маску, которую ты показывала в прямом эфире на джон. На свидание ходишь? Хожу. Что там с папиком? Все великолепно. Дома спит. Он ложится в 10 часов. Ты в школе дралась? Нет, меня били. Где били? Мальчишки. Прям били? Ну толкали, могли за косичку дернуть. Один раз мне нос сломали портфелем. Расскажи про комки Беша. Долго бы ты восстанавливалась и эффективно ли это вообще? Вообще бесполезная операция, вот правда. Не знаю, зачем я сделала. Это про комки Беша. Да, про комки Беша. Удалила комки Беша. Входила вот в этом, как там его, как она называется, повязка. Не помню, как просто называется. Тут у меня есть шрамы внутри щек. Маленькие. К чему все это было, не знаю, зачем. Вот правда. Ты в подростковом возрасте следила за питанием? Я в подростковом возрасте следила, чтобы у меня были хорошие оценки. Кушаешь мед? Ну можно с овсянкой утром. Или с творогом тоже утром. Красивое, а ты супер. Ой, спасибо. Собрани эфир, пожалуйста. Тут очень интересно. Нет времени смотреть, потом смотрю. Такая милая, умиротворенная. Так, на проекте подралась. Но мне здесь за это деньги не платят, то что я дерусь, поэтому не вижу смысла кулаки марать бесплатно. Что ты кушаешь на ужин? Привет, Наташа. Привет. На ужин можно съесть что-то простое и легкое. Например, творог. А у меня есть вареные яйца. Или вареные яйца, да, можно съесть. Вареные яйца без желтков, потому что желток это холестерин. И на ночь очень вредно есть желток в яйцах. Но белок бы я съела. А сколько у тебя яиц? У меня много. Я свалила целых 6 штук. Как много? Угу. Как хно прилетело на Пхукет. Вы виделись? Нет, еще. Я не знаю, что оно прилетело. Как хно прилетело на Пхукет? Написали, да. Да? Да. Но оно мне ничего не говорило. Не знаю. Ты кушаешь сыр? Да. Я люблю пармезан. Ну и днем можно до 12. Все, что вы едите до 12, в основном сгорает. За драки вы премию получаете на доме 2? Да. А еще мы контракт подписываем, по которому не разрешается разглашать то, что мы делаем там. Угу. Да. Наташа, будто мама твоя. Моя мама. Как хно не прилетело еще. Куда деваешь желток, когда ешь белок? Наташа доедает. Дед доест. Елена, почему именно с Татьяной поехала в Тай? Какой Татьяна? Не знаю. Онегина, наверное. П kicker. Сотелая милая. Угу. Угу. Как ну в ялку полетела. Угу. Сколько в обед пейдей. Сколько. Я все равно вот скажу цифру. Столько же не в обед. Ничего спрашивают. Сколько лезет вас столько пить? Чем больше, тем лучше. Татьяна была Лариной, Евгений была Негиной. И что? Ну, мы просто уже у нас... Это шутка. Так я специально так сказала. Я что, не знаю? Я специально так сказала, потому что ночью я уже ничего не знаю. Я специально так сказала, потому что какая Татьяна моя подруга зовут Наташа. О чем вы? Так, у нас все хорошо. Дашь мне одно яйцо? Да. Пожалуйста. Спасибо. Яичко. Расскажи рецепт своей сам. Нам молоки или води? Кстати, много вопросов. Длина молока или на воде? На воде. Я пью... Ой, тьфу. Я ем на воде. Но вы можете добавить молоко. Потому что не все могут на воде. Честно, вот я могу есть вообще безвкусную еду. Я могу съесть гречку и еще какую-нибудь безвкусную, еще какую-нибудь еду. Она будет казаться безвкусной другим людям, но для меня она будет очень вкусная. Вы не представляете, насколько вкусная гречка, насколько вкусная овсянка на воде. Чем меньше человек употребляет приправ и всяких подсластителей, загустителей, консервантов, ароматизаторов, тем больше он начинает чувствовать вкус еды. И еда, которая раньше вам казалась безвкусной, будет казаться вам очень вкусной. Поэтому я прекрасно справляюсь и со всянкой на воде. Но если для вас она кажется безвкусной, наливайте молоко, добавляйте йогурт. Главное, чтобы ваш завтрак был очень сытным. Чтобы вы потом в течение дня не пожалели о том, что ничего не съели утром. Итак, вот желток. Желток, давай, goodbye. Может этой ящерице отдать? На, Наташа. Нужен? Положи. А я ем белок. А мясо какое готовишь? Я никакое мясо не готовлю. Честно. Куриное. Я тут один раз курицу пыталась приготовить, это же ужас. Там такой ужас такой приготовился. Как будто он сам себя готовил. И то, мне кажется, если бы эта курица сама себя готовила, она бы лучше сделала. Все. 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 Все закончилось. Поэтому эфир подходит к концу. Спасибо за рецепт с курицей. Какой рецепт? Как сжечь курицу на бельте. У меня обычно такие рецепты про курицу. У меня простые рецепты, которые я делала. Салаты. Всякие такие. О, эфир, кстати, заканчивается. Видишь? Как сразу подгадали. Расскажи, почему поправилась. Потому что я пришла на проект, начала курить и пить такую маку. И у меня выросли жиры во всех местах. Даже там, где они в принципе у меня никогда в жизни не были. Вот. Слава Богу, я вовремя ушла с проекта и взяла себя в руки. Поэтому сейчас я счастливый, здоровый человек, который выглядит нормально. Сохранить эфир. Там было что-то полезное? Я не помню. Надо сохранять этот эфир или не надо? Скажите, пожалуйста, потому что 56 секунд до закрытия эфира осталось. Ты куришь? Нет, я не курю. На практике курил три месяца. Я не представляю тебя сегодня так вообще. Это такое ужасное. Я сама себе не представляю. Сохранить. Да, сохранить. Ну ладно, сохраню. Если что, потом удалю. Делов-то, да. Буду я еще думать, сохранять, не сохранять. Сохраню, потом удалю. Я решаю. Вообще. Мой эфир. Что хочу, то и делаю. Эфир. Это, знаешь, как слово не воробей. Эфир воробей. Сохраню. Потом, если что, удалю. Все, пока. Пока. Пока.